и всем привет ребят с вами старайка я сегодня записываю новый ролик сегодня у нас видеоролик будет разговорного формата также откроем контейнеры которые у нас скопились за последнее время если вам нравится подобного рода видеоролики где мы открываем контейнер обсуждаем какие-то интересные темы то обязательно забывайте поддерживать данный видеоролик лайком не забывайте также про подписку на канал если смотрите впервые либо вам понравился видеоролик и вы не подписаны канал обязательно не забывайте подписываться нажимать на колокольчик дабы ничего друзья не пропускать сегодняшний видеоролик будет целиком и полностью посвящен изоляции 2 ой говорю 2 3.0 это у нас уже закончена изоляция вчера был последний у нас день и я как это было бы не грустно да или не знаю радостно говорить мне прямо сейчас я прошел все 17 дней этой изоляции вы если не знаете либо знаете то ежедневно я набивал по 10 тысяч очков плюс ко всему этому ловил по одному голду и на протяжении всей этой изоляции набивая по 10 тысяч очков фармил дополнительно контейнеры и плюс еще вот пятерочку за все 17 дней прямо сейчас также вы видите на своих экранах что я получу поэтому друзья давайте мы сначала пикнемся в одну матчмейкинговую катку где обсудим всю эту изоляцию да я расскажу свои какие-то моменты которые уже прошли у нас ну и потом уже ближе к концу данного видеоролика откроем замечательные интереснейшие контейнеры и на будем надеяться на то что с этих контейнеров что-то жесткая интересная угодная нам сегодня выпадет поэтому долго затягивать не будем переходим сразу к каточке пикаем в регби это именно тот режим именно почему хорен это вулкан я хотел бы записать именно на данном сочетании один бой и потому что но именно всю эту изоляцию по сути я проходил на этом вооружении и в этом самом замечательном режиме ну и также конечно же все это дело было в html 5 версии игры я не играл во флэше практически вообще да то есть может быть там первый день может два дня да я играл в данной ой давайте на мышке не буду это многие будут опять жаловаться о том что видеоролики с мышкой это гг потому что там резко поворачивается камера я вас слушаю да друзья если вам реально это некомфортно смотреть в плане видеоролика я могу поиграть здесь как однорукий бандит как всегда на замечательной клавиатуре но мышководы меня наверное не поддержит но и сами вы видите то что на html камера когда ты играешь клавиатурой немножко не так себя ведет и я бы не сказал что это максимально удобно и максимально привычно для меня когда камера трясется в разные стороны но ладно сегодня не об этом сегодня о том как прошла вообще эта изоляция была ли она сложной для меня и насколько много мне надо было вообще тратить времени думаю что многим это интересно потому что многие не проходили ее да кто-то конечно проходил кто-то нет но в большинстве случаев я думаю что ребята не проходили все эти 17 дней ту самую жесткую нагибаторскую изоляцию и поэтому у многих есть вопросы по поводу того сколько мне надо было например тратить времени на изоляцию насколько она была сложная и почему я выполнял именно эти ежедневные миссии но не выполнял например другие миссии с которых можно было там выполнить три штуки получить дополнительно замечательную интереснейшую красочку и плюс ко всему этому там заформить дрон минер если я не ошибаюсь да и поднять там батарейки с чем там были они с аптечками или с минами не помню честно говоря какой там был дроп еще в призах но в общем и целом те задания которые были связаны с краской с дроном я не прошел хотя с дроном мне оставалось если мне память не изменяет где-то около 10 тысяч набить надо было до а это нет нет десять тысяч это было в осаде в осаде это приз был батарейки да а чтобы получить дрон меня надо было набить 3000 килов там я набил полторы тысячи килов то есть на молоте на винти и рикошетте да то есть на этих трех пушках набил полторы тысяч килов в общем и целом короче дрон я не набил да я посчитал изначально нужным побить все это дело до Да, пофармить, подумал то, что оно того стоит, да, то, что могу получить на халяву этот дрончик, это круто, это замечательно, но потом я посмотрел его стоимость, посмотрел то, что со скидкой он стоит 25 тысяч кристаллов и подумал о том, что зачем мне стратить столько времени ради того, чтобы получить дрон, который стоит 25 тысяч кристаллов. По сути это один контейнер, я уж лучше буду быстро все это дело проходить, да, получать дополнительно те самые замечательные, интереснейшие контейнеры с опыта, да, то есть с набитого по 10 тысяч ежедневно. И, соответственно, спокойнейшим образом просто пройду данные интересные супермиссии все 17 дней, получу контейнеры, но не буду набивать те миссии, которые, ну, не считаю, наверное, нужным на тот самый период времени. Поэтому изоляцию я прошел, но сталкивался я довольно с большим количеством проблем и с тем, что у меня и горело в то время, когда я набивал по эти 10 тысяч, потому что я вам скажу честно, это не самый легкий опыт, который мог бы быть вообще в принципе, если начало данного, данного именно ивента изоляции была простая для меня. И конец относительно был тоже простой, потому что у меня все получалось довольно быстро, то середина была максимально неприятная, я не знаю, я ловил какие-то жесткие тайминги невезения, у меня прям жестко бомбило с тех моментов, то что я реально, ну, ну не мог себе комфортно играть, да, были дни, то есть это, наверное, какой-нибудь с 6 по 10 день, когда получалось все, ну, максимально плохо. Вот прям максимально плохо, я не знаю, с чем это было связано, но у меня, грубо говоря, не получалось ничего, мне приходилось тратить дополнительно. То есть, если, например, 10к, когда у меня все идет, набивается где-то за 2 часа, то когда у меня не идет, я набиваю где-то за 3-3,5, то есть вы сами понимаете, да, что насколько больше вам надо тратить времени, плюс сил на то, чтобы набить просто 10 тысяч опыта, чтобы получить чертов 1, 1 контейнер, всего лишь 1 контейнер. То есть, я не получал там, знаете, там 5-10, да, получал всего лишь 1 контейнер. Поэтому было довольно-таки тяжело, но раз я уже взялся за это, да, раз я уж начал уже все это дело набивать, я не стал уже бросать это все дело на полпути, не стал там, знаете, как начал бить, да, сказал, что набью, А потом, ай, что-то как-то сложно идет уже, да ну его нафиг, не хочу ничего не набивать, и все это дело бросил. Я раз уже начал, решил добить все это дело до конца, хоть это было и сложно, и не совсем приятно, но я надеюсь, что в общем и целом и стримы вам понравились, и сам факт того, что я все это дело набил, тоже вам зашел. Ну и ко всему этому, сегодня мы откроем еще и контейнеры, будем надеяться, конечно, что с них что-то годное и интересное упадет, а не будет просто выдан мне белый дроп, да, то есть, ну иначе у меня просто, наверное, сгорит нереально жестко, Я буду очень сильно недоволен тому моменту, да, то, что просто-напросто у меня ничего не выпадет, да, то есть, я набивал ежедневно, получал призы, и у меня с этих контейнеров ничего не дробнет, поэтому я буду надеяться на то, что я хотя бы выбью какое-то одно новое устройство на корпус, и будем надеяться на то, что это будет то устройство, которого в игре у нас на данный период времени получить нельзя, То есть, я имею ввиду, что у нас сегодня уже 1 июня, сегодня у нас начался новый челлендж, и я надеюсь, что мне не выпадет то устройство, которое у нас было возможно получить на данный интересный челлендж, то есть, я еще, по сути, его не прошел, но получить я смогу устройство на васпик от заморозки, да, то есть, там иммунитет, если я не ошибаюсь, от заморозки интересный есть, который я смогу дропнуть, поэтому надеемся. Наверное, это все, что я хотел рассказать по изоляции, если так, ну, уж сказать, да, то есть, понравилась она мне или не понравилась, я скажу, что больше понравилась, чем нет, да, то есть, если можно так выразиться, потому что фарм с голдов получился максимально приятный, честно, да, то есть, если уж опыт у меня 50 на 50, да, то есть, мне немного понравился, немного не понравился, то, что касаемо голдов, с данного ивента я поформил их около 50 штук, и я вам могу сказать, что это реально круто, да, то есть, то, что ты можешь ловить 1 голд, при этом получать 3 голда, да, за то, что ты просто его поймал на протяжении всего этого времени, и ко всему этому, да, в сумме, там, формануть, я сказал, 50-40, да, получать 40 золотых ящиков, ну, это очень достойно, как по мне, и круто, соответственно, да. Поэтому, давайте приступим уже к открытию контейнеров, как я уже сказал, надеемся на лучший дроп, надеемся на то, что с этих контейнеров мне что-то упадет, и совсем забыл забрать приз, сейчас заберем приз, спросите вы меня, ребят, почему именно так мало у меня контейнеров, да, то есть, по сути, у меня должно было быть, сколько там, 21 или 22, да, то есть, 17 дней, 22, да, 22. Пару-тройку контейнеров я уже открывал до этого, то есть, когда у меня были контейнеры с челленджа, когда я выбил иммунитет от поджога на титан, может быть, вы смотрели данный видеоролик, может быть, не смотрели, поэтому именно те дополнительных 3 контейнера я потратил, потому что первые 3 дня уже набивал. Так получилось, поэтому сегодня у нас остается всего лишь 19 контейнеров, и, к слову, я забыл сказать о том, что за каждый пойманный голд дополнительно, если ты выполнял все эти 17 дней, можно было еще получить 15 недельных контейнеров. 15 недельных контейнеров, это порядка 50 тысяч кристаллов, то есть, дополнительно за то, что ты просто ловишь 1 голд, 1 голд, при том, что его даже можно, например, там, зайти в какой-нибудь режим, скинуть, да, то есть, и самому быстро поймать в матчмейкинге, да, я имею в виду именно режим в матчмейкинге. Это, конечно, круто, это очень круто, поэтому здесь я реально, реально, реально рад тому, что многие могли поформить, да, но с изоляцией по 10к, это, конечно, такое, да, то есть, есть определенные моменты, которые мне не понравятся. Ладно, впервые я открываю контейнеры в HTML, если я не ошибаюсь, и будем надеяться на то, что что-то дропнет мне с них, надеюсь, что-то прикольное мне сегодня упадет, открывать будем, как всегда, по одному. Я не изменяю своей схеме и своей тактике, это защита от поджога, я уже подумал, что это иммунитет поджога, но все же 245 тысяч на мамонта, ну, не сказать, что мне он нужен, но, в принципе, неплохо пойдет. Ладно, открываем дальше. Один и одно устройство уже упало, неплохо. Как говорится, уже не зря, уже не зря. Но это, наверное, не то, что я хотел выбить, поэтому продолжаем открывать. Если вы видите, уже здесь камни падают, скромно контейнеров осталось, я честно говоря, не знаю. Ну ладно, открываем, открываем. Триспомин . кристаллов, может быть, хотя бы прям какая-то упадет здесь, как и. Открывается, конечно, интересный контейнером. Триспомин . кристаллов. 125 ускорение. Во флеш-версии, честно говоря, мне больше нравится, как открывается контейнера. 125 двойной защиты. 50 батареек. Кристаллы. Не, походу, больше ничего не упадет. Кристаллы. 10к кри. 125 двойной защиты. Это, походу, последний. 125 мин. Да, все. Ну, что я могу сказать? Сказать, что я доволен? Сказать, что я рад? Да нет, я не скажу, что я рад этому открытию. Но, по сути, я в своей голове понимал, что такое может быть. Да, такое может быть. Что может быть такое, что не будет ничего такого сверхжёсткого. Но расстраиваться по этому поводу и говорить, что мне, типа, там ничего не упало, я так сильно хотел. Зачем я вообще все это дело набивать, я не буду. Да, зачем я набивал, там. Не буду это говорить. Потому что все же, хотя бы одно какое-то устройство мне упало. А целью данной изоляции было именно то, чтобы выбить с этого количества контейнеров, как минимум, какое-то одно устройство. При том раскладе то, что половина данного ивента я ещё и дополнительно набивал челлендж, чтобы получить дополнительные контейнеры и чтобы выбить иммунитет. Который, к слову, я успешно также на Титан выбил. Возможно, кстати, я выбил даже его из тех самых контейнеров, которые были у нас за изоляцию. Которых вот сегодня, например, не хватило. Поэтому, друзья, как-то так. Такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если он вам понравился, то обязательно не забывайте прожимать лайк. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. С вами был мистер Ванька, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.